Представители столичной администрации обсудили накануне жителями Новоюжного района строительство дома. Если бы речь шла о многоэтажке в новом районе, вопросов бы не возникло. Однако дом собираются построить там, где изначально ничего подобного не планировалось – на школьном стадионе. Мы находимся на стадионе двух школ. Вот сзади меня школа номер 17, впереди школа номер 37 в Новоюжном районе. И скоро здесь появится новый объект. И речь совсем не про какое-то спортивное оборудование или что-то, что поспособствует занятию спортом. Когда на стадионе появился бетонный забор и строительный кран, Чебоксарцы ощутили дежавю. В прошлом году один из застройщиков уже собирался возвести жилую многоэтажку вплотную к стадиону школы номер 27. Вместо здания – заброшенной школьной теплицы. Однако из-за разразившегося скандала этот план не реализовался. В этот раз новостройку собираются поставить на месте заброшенной котельной. Прошлой весной здание выставили на аукцион. На аукцион пришли 8 организаций. Кто-то там хотел приобрести, в этом здании хотел открыть производство красочной изделий. Другая организация хотела организовать ремонт автотехники. Но все-таки после долгих таких голосований мы выиграли этот аукцион. Жителям еще и повезло. Все-таки одноподъездная девятиэтажка вместо цеха с вредным производством – намекал будущий застройщик. А в качестве социальной нагрузки обещал отремонтировать тротуары и построить вокруг стадиона забор. Впрочем, и без того часть жителей на его стороне. Дело в том, что заброшенное здание, где собирались асоциальные личности, куда бегали курить школьники, давно всем мешало. В это место ходили неформалы. На территории этой трансплощадки собирались гопники. Когда-то, если вы помните, в лихие 90-е и даже позднее. Значит, детишки занимались диким паркуром. После урока бегом бегу туда. На крыше. Окна побиты. Внутри алкаши. Основная претензия тех, кто против новостройки. Будущим жильцам просто некуда будет ставить машины, и они начнут парковаться на территории стадиона. Или займут все прилегающие проезды. Я правильно поняла, что 54 квартиры, а парковочных мест не будет вообще? Там 22 машины места. Это временные парковки. То есть человек приезжает, отобедал там. А ночная стоянка сейчас, градостроительный регламент так построен, что во дворах максимально мы убираем это все. Кроме того, во время стройки будут ездить больше груза. Вот сейчас начнется это строительство. Начнут про замазы ходить, да? А по какой дороге они будут там ходить, когда там только пешеходная дорога? Там как раз был коммунальный заезд, минуя все дворы со стороны Шумилова. Он до сих пор существует. В итоге мнения разделились примерно поровну. После публичного обсуждения предстоят еще публичные слушания, без которых столичная администрация не выдаст разрешение на строительство. А их назначат после того, как проект будущего дома пройдет экспертизу. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велии, Фавел Рыдков, Республика.